Три пакета города просто на город выпустить, я не знаю, ты днем выходишь на улицу, по центральной улице выходишь, там увидишь два-три мужика и все. В тот период, когда не было света, не было людей, тут конкретно именно вынесли все магазины в центре города, именно так по центральной улице идешь, все магазины разбиты. Освобождал Авдеевку, правый сектор и, по-моему, подразделение 93 механизированная бригада. Люди в возрасте, постарше, они телико насмотрятся и потом кропы убивают, едят. Раньше, как обильно было, были украинские каналы, а сейчас на самом деле антенна только эти ловятся. Оплот, республиканский, Live News, Россия 24. И все было вполне нормально, там был обстрел у нас раз в месяц, два раза в месяц, это было еще, ну, терпимо. Но все, как я считаю, началось именно у нас в Авдеевке, именно активно, как наши военные освободили опытные. Это было 6 ноября, освободили опытные, я прочитал в интернете, я порадовался. И в этот же день накрыли посадку около ДК, накрыли поле. И затем каждый день, через каждый день началось по жилым домам. Люди говорят, что украинская армия нас обстреливает. Отводят свои танки, там, старую часть и стреляют с танка. Я даже не знал, что попало в мой дом, я сидел ночью в ванной, я там и спал. Света не было, мы в 7 утра встали, пошли, ну, осматривать просто город. И вдруг мы стояли на углу дома, я думаю, что он там стоит, а, собственно, с торца дома и попало. Я даже не почувствовал, что в дом попало. Было два попадания в крышу и еще одно в квартиру. У меня в доме живет сколько? Три-четыре человека. Ну, газа, отопления нет, и поэтому я переехал сюда, потому что здесь есть хоть какие-то условия для жизни. Тут центр города, здесь вроде как и безопаснее немного, ну, и теплее, собственно. Ну, сейчас перестали так чуть стрелять, уже люди повозвращались, вроде и свет есть, дают отопление, вроде теплеет, уже, ну, как люди возвращаются. Ну, я сам вернулся, потому что, ну, не везти сюда маму с сестрой или дедушку с бабушкой. Я увез отсюда бабушку, уже, ну, бабушка с девушкой тут жили, я, по-моему, сказал, ну, что, тут уже нельзя находиться, они, тем более, жили на этом девятом квартале. Они уже, там, дня два в подвале жили, я их вывез. Я не скажу, что я выживаю, то есть у меня деньги есть пока что. Выживают бабушки всякие, которые мне за что есть, там, коты и собаки. Сейчас такие есть даже, что пенсию не получают. То есть и вот эти, им гуманитарка реально это помогает. Хоть она, там, от Ахметова, хоть она, там, от Красного Креста. Они привозят и потом в исполкомию это все расфасовывают. Люди работают и, слава богу, хоть что-то. Я вот с военными разговаривал, они говорят, между прочим, у вас еще нормальный мэр и секретарь. Потому что они хоть что-то делают, они выбивают гуманитарки, они выбивают эти стекла, всякие пленки. То есть они говорили, там, в других таких вот городах, типа Марьинки, Красногоровки, там такого нет. Учиться я закончил в прошлом году, в четырнадцатом. Ну, думал поступать, конечно, в Донецк. Ну, не поступил. Ну, как-то, собственно, я документы даже не подавал, я сдал ЗНО. Я все сдал, то есть у меня все нормально было, у меня все документы на руках были. Но я думал, когда вернусь в сентябре, уже по-быстрому там как-то освободят Донецк, вернется власть нормальная, и я поеду туда учиться. В мою школу два попадания, в лаборантскую и в кабинет. То есть сейчас там стекол нет, но учеба идет. То есть, ну, там дети именно в самой школе не учатся, потому что там холодно. Там приходят родители, берут задания просто детям и приносят, или по телефону. Не будет завода, не будет города. Ну, это так все говорят, я правда не знаю. Но все так говорят, не будет завода, не будет города. Потому что, наверное, там полгорода там работает, и завод обеспечивает всем, наверное, город. Это свет, тепло, вода, вот это вот. Все такое. Мне кажется, если он встанет, то все. Иногда ты идешь и думаешь, что вот обстреливают город, и ты уже считаешь, что это нормально. То есть это уже в приятке вещей все, и тебя это как-то не смущает вообще. И вот это вот страшно. Мы тоже к этому всему привыкли. Мы тоже к этому всему привыкли. Субтитры сделал DimaTorzok.